Еще раз обратим внимание на то, что у Наташи очень округлый лоб. Он очень такое адаптивное, мягкое, такое обтекаемое философское мышление. Она умеет видеть перспективу и она умеет быть оторванной от реальности. Но при этом она не креативщик. Ей сложно придумать что-то эдакое из воздуха, но она умеет концептуально видеть и управлять большими объемами каких-то идей, какой-то информацией. При этом ее не скрывает, не сдерживает и за счет выпуклого лба старается поделиться этим с миром. Очень хорошо, что для нее мир безопасен. У нее такая концепция – мир безопасен. Приятное иметь дело с таким человеком. Теперь давайте посмотрим на Витю. У Вити совершенно другая конфигурация лба. Это широкий, прямоугольный лоб, практически плоткий. То есть он в мышлении очень конкретный, стабильный, практичный. То есть он не смотрит настолько далеко за горизонт, он видит ближайшую перспективу и очень мило с ней взаимодействует. Вот здесь как раз-таки они балансируют друг друга. Один берет на себя практику, деятельность, действие, рациональность, последовательность, практичность. А она могла бы взять на себя вот это вот видение перспективы и такое комплексное управление. Давайте посмотрим, что у Паши. У Паши схожая конфигурация. Он совмещает в себе и то, и это, и качество Наташи, и качество такие, как у Вити. Смотрите, лоб очень высокий, то есть у него более выражено философское, теоретическое мышление, то есть видение на гораздо дальние перспективы и при этом не совсем и прямоугольное, то есть есть скругленность. То есть он также в меру практичен и обладает вот этим вот концептуальным видением. То есть здесь как раз-таки их мышление и видение с Наташей может конфликтовать. Потому что у него свое видение совершенно особое, а у нее свое. Так что здесь есть спорный момент. Возможен конфликт.